Ты моя мать Ты мой покров, ты надежда моя И если на сердце мне больно и горе снов На помощь опять призываю Тебя Православие, и в частности русское православие, богато многими святынями. Через них Господь дарует нам благодатные дары. Господь дарует и через святые иконы. Эти иконы – милость и Божия для православного народа. Особую богодать Господь дарует иконам Пресвятой Богородицы. Много их по русской земле. В каждом храме есть святые иконы Пресвятой Девы. К ним прибегают тысячи паломников и молящихся прихожан. И Господь слышит их. И через милость свою дарует им исцеление. Существуют чудотворные иконы. Иконы, одаренные от Господа особым даром чудотворения. И чудеса эти засвидетельственны многими людьми. Есть и чтимые иконы, от которых, может быть, и нет свидетельств чтимости и чудотворности. Но они почитаются и бывают любимы прихожанами того или иного храма. В каждом храме есть такие иконы. Серафимовская церковь города Вятки тоже богата своими святынями. Здесь есть чтимый образ иверской иконы Божьей Матери. Именно перед этим образом многие поколения жителей нашего города предстояли в молитве. И в годы своей радости, и в годы тяжелых испытаний и гонений. Сюда они приходят и ныне, чтобы помолиться своей заступнице и молитвеннице Пресвятой Владычице Богородице. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok 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 В ноябре 1863 года афонский иеромонах Паисий привез на Вятскую землю чудотворный образ Божьей Матери в скорбях и печалях утешения. По просьбе игуменин Христо-Рождественского Флободского монастыря икону принесли в обитель и поставили в храм Рождества Христова. Нескончаемым потоком шли слабожане поклониться образу Пресвятой Богородицы. Такое почитание Святой Иконы не могло не сказаться, и Господь наделил образ чудотворениями и исцелениями. Первое чудо от иконы зафиксировано 19 ноября. Ученик иконописца, 18-летний Владимир Неволин, страдал недугом, немотой, но не с рождения. Все знакомцы его знали и об этом жалели, потому что недуг случился по особому промыслу Божию, после видений, которым Неволин не придал значения. Шесть лет его возили по больницам. Врачи везде ставили диагноз «паралич языка» и даже не прописывали никаких лекарств. Когда юноша услышал, что в город прибыла афонская святыня, в его сердце вспыхнуло желание припасть к ней и излить свою скорбь. После молебла Володя приложился к иконе и почувствовала жар на своем языке, который распространился по всему телу. Вернувшись домой, юноша неожиданно заговорил. Благолепный образ Богородицы так запал ему в душу, что первыми словами его были. Какой чудный бриллиантовый венец на Божьей Матери. С этого дня исцеления от иконы стали совершаться непрерывно. 22 ноября заговорила косноязычная дочь диака Сретенской церкви Пороскева-Обчинникова. 24 ноября исцелился от паралича ног крестьянин Николай Ворожцов. От болезни ног семилетняя девочка Ксения Кайсина и от припадков трехлетний мальчик Петр Лихачев. И еще засвидетельствована. Пострадавшие при пожаре братья Вокрушевы после молитвы перед иконой Богородицы исцелились от своих ожогов. Мещанка Анна Ушахина избавилась от припадков в сумасшествии. Слободской купец Иван Распопов с малых лет страдал сильной головной болью. После молебна почувствовал облегчение, а потом и вовсе выздоровел. Сама настоятельница монастыря, игумене Пульхерья, страдавшая ревматизмом, получила исцеление от святаго образа. Волна чудес перевернула души слобожан, изменился весь строй жизни. Были забыты светские развлечения, люди толпами приходили в храм или принимали святыню у себя дома. 11 декабря кончился срок пребывания иконы в городе. Множество списков успели сделать вязкие иконописцы с чудотворного образа. На прощальном молебне слободское духовенство соборно осветило точный список с иконы, которую написал сам Владимир Неволин. Можно только представить, с какой горячей благодарностью и верой трудился исцелившийся Владимир. Спустя несколько месяцев икона из Слободского была перевезена в Вятку. И уже здесь, в Вятке, совершилось множество новых исцелений. Их же фиксированного были более сорока. Велик был духовный подъем народа, позже об этом люди говорили. Не дождаться уж тех дней, как те, кои была у нас Царица Небесная. Пресвятая Дева, Мать и Божия, благая Богородица, Не остави нас своей вечной и доброй молитвой. Вознеси над нашими главами и душами, Аки, голубица, Светлую являнную и радость ожидания прими свою. Возблагодарим тебя, Девы, радости на сердце исполнения. В покаянии зовем тебя, ты душевной скорби победительница. Пресвятая Дева, Мать и Божия, благая Богородица, Не остави нас своей вечной и доброй молитвой. В этом году чтимый список иконы Божьей Матери в скорбях и печалях утешения совершит первое свое путешествие по приходам Вятской епархии. Молитвенный покров и предстательство Престой Богородицы досопутствуют нам всем. И не устанут наши молитвы перед этим святым образом. Всего вам доброго. Храни вас Бог. Редактор субтитров А.Семкин